я нашел идеальную инвестицию и хочу этим с тобой поделиться. Может, знаешь ты, может, нет. Мой инвестиционный путь начался в 2009 году, то есть 12 лет назад. За это время я много чего узнал, попробовал и, ну, смею надеяться, что умею выбирать. Так вот, это идеальная инвестиция. Ну, первое, все-таки это проверенная уже компания, она уже 9 лет занимается торговлей на самых разных рынках. Вот последние несколько лет на криптовалютном в том числе. Два месяца, как она запустила свой новый продукт, который она назвала Дэйзи. Сама компания Индотек называется. Дэйзи – ромашка, маргаритка в переводе с английского. Это очень мощный стартап, стартап на смарт-контракте. Почему стартап? Потому что такого в мире еще до Индотека никто вообще не делал, вообще никто. И смею утверждать, что кое-что в мире финансов будет отмеряться теперь до появления Дэйзи и после появления Дэйзи. Потому что Дэйзи задал определенные стандарты, о чем я сегодня еще скажу. Дэйзи – это полностью прозрачный проект. Проект с аудитом крупнейшей независимой аудиторской компании. И смарт-контрактом. То есть здесь сплетены вместе два фактора – аудит и смарт-контракт, которые позволяют отследить каждую копейку, куда она уходит, как она торгуется на реальном рынке. Это проект, который не постеснялся и, я скажу, не побоялся полной прозрачности. Потому что на самом деле не все умеют хорошо торговать, не все умеют хорошо делать прибыли. И бывают периоды просадки. И вот периоды просадок, а бывают даже и обвалов, они очень пугают клиентов. И поэтому компании предпочитают просто не показывать этой деятельности. В лучшем случае говоря, что мы как бы торгуем, но это наша финансовая тайна, поэтому доверяйте нам и все. И на этом точка. Так вот, Дэйзи не постеснялся и не побоялся показать полностью все свои финансы. А это абсолютно гарантирует нам, что все происходит так, как мы договорились на берегу. Я в теме с ноября 2020 года, еще когда компания только-только разрабатывалась, когда все осовершенствовалось, доработалось и все такое, был пробный старт в январе. Он был достаточно кривой. Компания после этого на 2,5 месяца ушла на доработку. И вот окончательно открылась, можно сказать, в начале апреля. Ну, в конце марта, 30 марта. То есть, компания совсем молодая. Ну, компания-то старая, но вот этот ее стартап, вот этот ее проект, он совсем еще молодой. Давайте отмечу несколько особенностей, которые мне здесь понравились, которые, я надеюсь, покорят и ваши сердца. И вы также какую-то часть своего портфеля доверите этой компании. Ну, первое, я об этом уже сказал. Это самый главный козырь компании. Это прозрачности. Давайте чуть поподробнее. Во-первых, благодаря смарт-контракту. То есть, денежку, которую вы кладете, вы ее никуда не переводите, вы ее никуда не трансферите. Она не лежит какой-то там день или два, пока ее там примут куда-то и так далее. Она автоматически, сразу через ваш смарт-контракт трона, через ваш кошелек, автоматом, тут же, моментально попадает, ну, собственно говоря, в краудфандинг нашей компании. Сразу же происходит распределение средств по этому смарт-контракту так, как договорились на берегу. То есть, что-то, какая-то часть уходит на саму разработку искусственного интеллекта. Чуть позже об этом поясним. Хотя, знаете, забегу вперед и скажу, что у меня очень много обучающих видео по проекту, поэтому, конечно же, это очень обзорное видео, которое сейчас записываю. И вы просто обратитесь к более подробным материалам и все увидите там. Что такое искусственный интеллект, какое он здесь имеет значение, какой здесь маркетинг привязан. То есть, все есть подробно на моем сайте, на моем блоге деловой.бис. Итак, благодаря смарт-контракту, первое, чем обеспечивается прозрачность. Далее. Часть денег от краудфандинга уходит в торговлю, в живую реальную торговлю криптовалютном рынке. И вот этим летом будет запускаться еще и на валютном рынке торговли. До момента поступления средств в торговлю, все полностью под отчет на смарт-контракты. Вы можете через Tronscan все это посмотреть. Tronscan – это программа, которая от самого блокчейна Tron, независимая от DASY, через которую можете смотреть все-все-все, буквально до копейки, сколько средств поступило в компанию, сколько распределено по партнерской сети. Далее вступает в свою законную силу аудит. Ну, во-первых, компания сама показывает все торги в реальном режиме времени на своем сайте. Но, кроме того, все-таки это сайт компании, он принадлежит ей, а она заинтересованное лицо. Есть аудит крупнейшей компании аудиторской. Ну, в данный момент, когда я записываю этот ролик, аудит-то уже он сделан, но идет согласование до момента получения окончательной подписи главного аудитора компании для того, чтобы его увидел весь свет этот аудит. Первый аудит всегда проходит долго в таких крупных компаниях, потом это идет по накатанной и будет достаточно быстро происходить. Аудит торговый будет происходить раз в квартал, может быть, даже и чаще. Дальше. Прозрачность достигается благодаря, например, в моем случае, прямой связи с руководством. То есть мы общаемся напрямую, они выходят на вебинары, в том числе в кулуарах мы общаемся, чаты у нас есть. То есть мы имеем полную связь с руководством. Далее. Руководство несколько раз уже выходило на вебинары и показывало полные счета компании, не какой-то там отдельный счет торгуемый, а все счета компании на бирже криптовалютной. И мы тут же сверяли эти цифры с теми, которые высвечиваются на бэк-офисе. А в бэк-офисе мы цифры можем совершенно точно сверить со смарт-контрактом и с тронсканом, то есть проверить можем все поступления. Так что все сходится. Дальше. Есть вип-клиенты. В общем, может быть, нельзя сказать, что ради них вся создана система, но если вы инвестировали более 100 тысяч долларов, далее вся сумма, которая выше 100 тысяч долларов, она уже проходит торговлю на вашем собственном счете, на бинансе, по API-ключам. То есть вы деньги никуда не переводите, они все у вас остаются на вашем счете, а компания просто подключает свои торговые стратегии, по API-ключам вам торгуют. Это еще плюс в прозрачности, естественно. И я думаю, что теперь действительно будет мир финансовый, особенно с применением партнерских программ, будет отсчитываться до и после появления Дейзи, потому что Дейзи показал пример, как можно устроить прозрачную историю, и все новые проекты теперь будут сверяться. То есть, а у вас как в Дейзи хотя бы сделано? Нет. Ну, тогда мы подумаем, да? Да, мы сделали как Дейзи. И уже сейчас есть клоны, которые говорят, что вот мы, мол, как Дейзи. Вот это выражение как Дейзи, это говорит о планке, которую задала наша компания. Второй пункт. Хорошая прибыльность. Ребят, компания стала торговать, ну, с февраля месяца, с конца января, да? Квартал фактически компания торгует. За это время крипторынок, ну, он рос, потом он падал, потом он опять рос и падал, но в итоге он просел процентов на 10. Если не больше, может, на 15. Надо сейчас посмотреть свежие данные еще, да? У нас прибыль 48%. Вот в такой период очень сложного рынка, волатильного, когда он был неопределенный, потом был тренд краткосрочный, очень мощного роста, и потом все свалилось на 30%. В итоге за три квартала, там, минус 10% у крипторынка у нас плюс 48. Ну, это о чем-то говорит? То есть в битке мы заработали фактически x2 за квартал. Ну, в долларах плюс 50%, половина, да? То есть вот как-то так. Поэтому показатели, ну, очень хорошие. И я вам скажу, эти показатели даже больше, чем в хайпах, да, которые платят там по 1% в день. Ну, по итогу. Средняя прибыль компании с момента, когда она стала торговать на криптовалютном рынке, это последние почти уже 4 года, где-то 250% годовых. И это на неустойчивом рынке, потому что, вспомните, 2018 год, когда компания стала торговать на криптовалютном рынке, было понижение, 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 потом резкое падение, потом какой-то рост. Ну, извините, 250% годовых – это обалденный доход, это очень большой доход. С учетом ее прозрачности, с учетом ее бэкграунда этой компании и древности, я бы так сказал, да. То есть с учетом фактической стабильности и надежности, вот так, если мы скажем. Торговля на валютном рынке компании ведется полностью официально. Вообще, Датек разработал очень много торговых стратегий, в том числе для финансовых институтов, финансовых организаций. Ну, это, опять же, вы посмотрите, когда будете копать информацию подробнее о компании. У нас запускается торговля на валютном рынке полностью официально. Сейчас регистрируется хедж-фонд, под это отдельный, то есть все документы получаются, и мы надеемся, что летом будет запущена торговля на валютном рынке. Вообще, компания торгует на валютном рынке, но в Дейзи пока мы начали только с криптоторговли. Внедрение нового поколения искусственного интеллекта. Про прибыльность. Так вот, в общем, вообще суть компании, суть этого проекта – это краудфандинг на разработку новых торговых стратегий. То есть новые стратегии искусственного интеллекта, потому что компания торгует не ручками, это не люди, которые там ставят ставки на падение или шартят, да, или налонги. Компания торгует через системы автоматизированные, и вот настало время создать новую систему, нового поколения впервые в мире, которая будет учитывать не только алгоритмическую торговлю, но и новостные вещи, и то, что диктуется китами, то, что толкается рынком, ну то есть много чего, много факторов. На эту разработку компании требуется 10 миллионов долларов, и, в общем, надо сказать, это мировой уровень компании, мировой уровень всех специалистов, которые к этому уже привлечены, потому что 2 миллиона долларов уже надо, и уже на эти 2 миллиона долларов уже идет разработка. Так вот, фишка проекта в том, что мы скидываемся своими деньгами на разработку этого интеллекта искусственного. Половина средств с небольших сумм и 30% средств с больших сумм, больше 20 тысяч долларов, уходят именно на разработку искусственного интеллекта, ну и на распределение по партнерской сети. Так вот, после внедрения искусственного интеллекта ожидается, что прибыльность повысится в 4 раза. 250% умножаем на 4, это 1000%. Ну, естественно, минус комиссия за успех и минус та сумма, которая отправляется на краудфандинг. Но после того, как будет запущен этот искусственный интеллект, уже краудфандинга не будет, мы будем торговать чисто теми суммами, которые пошли в торговлю, будем продолжать торговать. И если сейчас у нас прибыльность на эту сумму, которая у нас пошла в торговлю, 250% годовых, ну и вот, как видите, 50% за квартал, это с учетом сложного процента, да, капитализации, то если у нас будет 1000% годовых, то, я думаю, весь мир будет инвестировать в дейти, в итоге. Дальше. Акции. На каждые 100 долларов инвестиций вы получаете одну долю, когда IPO будет выходить, когда Endotech будет выходить на IPO, а это будет в конце 2022 года, ожидается, вы будете получать, обменивать эти доли на реальные акции компании. И по нашим расчетам, каждая акция будет стоить, на стартовая цена, вот при старте компании, я не буду сейчас, опять же, расписывать математику, она вся есть, будет стоить 50 долларов. То есть вы 100 долларов инвестировали, 50 долларов на старте вы получите в виде акции, в виде стоимости акции, как части компании. Но если вы подождете, там, не знаю, квартал после старта, может быть, год, да, то я думаю, что вполне X2, X5 вполне может сделать эта акция за год. И тогда вы просто чисто даже с акцией, без всякой торговли, без остальных инструментов отобьете свои деньги и приумножите. И кроме того, здесь есть маркетинговая фишка, часть средств идет на краудфандинг и распределяется по партнерской сети. И вам может достаться перелив, так называемый, тоже не буду сейчас сдаваться в подробности, посмотрите, что такое маркетинг. То есть вы сможете получать деньги за счет работы того, кто вас пригласил. Он приглашает новых людей, и вы получаете с этого процента. Тоже хитрая фишка. И в итоге прибыльность получается не только за счет торговли, и это очень хороший показатель, я же вам назвал эти проценты, но и за счет и акций, и переливов. Следующий, третий пункт, который бы я хотел отметить, это то, что сама модель компании сделана очень устойчивой. Она свободна от скама. Никакого мошенничества, никакого жульничества, никакого там, не знаю, обрыва, облома, конца истории, ничего этого нет. Финансовая модель не предусмотрена. То есть, на любом этапе, когда компания принимает деньги, когда компания выплачивает прибыли, она не создает никаких долгов. Ни перед старыми членами, ни перед новыми членами. Нет такой схемы пункции, пункции, когда старым членам выплачиваются деньги из новых членов. Или какой-то создается резервный фонд. Когда там у вас много прибыли, то резервный фонд, как наш российский фонд национального благосостояния, лишние деньги как бы отдаются. А когда нетучные времена, когда убытки, то из этого фонда деньги туда вкачиваются, чтобы примерно в среднем всем платить. Это опасная схема с этими фондами, с этим распределением, с этим одинаковым процентом в день. Мы к этой схеме не прибегаем. Сколько прибыли есть, столько и платится. Не усредняется ничего, то есть, все четко, чисто. И компания ни на каком этапе, ни одной копейки никому не должна. Это позволяет говорить о том, что компания стабильно может работать в сколь угодно лет. Соответственно, отсутствуют любые риски, кроме, естественно, каких-то глобальных. То есть, какие-то биржи могут закрыться, я не знаю, что-то может сломаться, на рынок может зайти, не поймешь что, или регулирование какое-то может произойти. Но и на этот случай тоже у компании есть диверсификация. Сейчас будет валютный рынок, потом будет торговля на фондовом рынке, коммодитис, и разные рынки будут использоваться, и компания с годами будет все более-более устойчивой, более-более диверсифицирована. Ну, следующий, огромный опыт компании. Все-таки 9 лет это не просто 9 лет, это достаточно большой опыт, а кроме того, еще и до этих 9 лет. Это с момента регистрации юридического лица индотык. А до этого были и другие компании у нашего руководства. Я говорю руководство, руководит компанией Анна Беккер. Анна известный человек в своих кругах, вы можете прогуглить, в Википедии ее найти. Она доктор по искусственному интеллекту в университете техникум, и она была 2 года членом комитета по борьбе с мошенничеством. Она написала несколько книг по искусственному интеллекту, она работала на Чикагской товарной бирже, находясь там, в Чикаго, несколько лет. То есть у нее хороший бэкграунд, она все время этим занималась. Этим это в смысле торговли, искусственным интеллектом, алгоритмом и так далее. То есть это не человек, который там откуда-то с неба упал и вдруг там за один день решил там создать какую-то нейросеть. То есть это некрасивая история, это действительно настоящая история с Анной Беккер. Так что прогуглите, посмотрите, убедитесь в этом. Ну или опять же заходите на сайт деловой.бис, в вкладку руководства Дейзи, и там есть все необходимые ссылки, чтобы вам упростить этот поиск. Что еще в плане устойчивости модели? Здесь отсутствует человеческий фактор, вот в худшем случае этого слова. То есть никто не нажмет ни на ту кнопку, никто не там, не знаю, не заснет за обедом, не уйдет, не заболеет и так далее, потому что все выполняет автоматика. Вы нажали кнопочку получить средства свои, с торговли, например, и эти средства автоматом забираются из торговой прибыли и вам выплачиваются. Вы нажали кнопочку рекапитализация или покупка пакета или любое, вот все, чем вы управляете, это все происходит автоматически. Здесь нету человеческого фактора в самом худшем смысле этого слова. Все просматривается через Tronscan. Я об этом уже говорил чуть-чуть ранее. То есть есть просто мониторинг обычный блокчейна Trons, и вы через этот мониторинг можете абсолютно все операции посмотреть. Посмотрите мое отдельное видео, оно называется «Эталон прозрачности Дейзи». Оно очень подробно все объясняет и занимает всего лишь 20 минут. Я все-все-все подробно показываю, как это делается, и вы можете сами проделать эту операцию и все посмотреть. Кроме того, торги Анна показывает в режиме реального времени на самом сайте Индотека. Сейчас создается отдельный сайт такой же по Дейзи, где будет в режиме реального времени показываться все торги. И опять же они аудитом будут подтверждаться. Это все создает абсолютно устойчивую модель, и Анна сделала бесстрашно вот эту прозрачность, будучи уверен в своих алгоритмах. Хотя, конечно, периоды просадок существуют, и некоторые определенные люди, которые вообще не привыкли, что бывают минусы в какой-то день, все время плюс 1% везде же платят в хайпах. Тем не менее, некоторые нервничают, когда видят эти минусы, но здесь лекарство только одно, подождите, из минусов будет выход всегда в плюс. Я же вам говорю, за квартал у нас плюс 50%, хотя первые, по-моему, две недели было минус 10%. Вот из этого минуса выбрались в плюс 50%. Четвертый пункт большой, который бы я хотел обозначить, это то, что здесь очень хорошие перспективы долгосрочной прибыли. За счет чего? На каждые 100 долларов дается доля в компании. Эту долю можно будет как продать, так и получать дивиденды на эту долю. А если вы активный человек, то есть не только инвестировали в Дейзи, но еще и привлекли инвестиции, потому что здесь есть элемент партнерской программы и сотрудничества. Так вот, если вы в первый месяц после регистрации в Дейзи привели в компанию инвестиции хотя бы 128 тысяч долларов, лично сами, то вы становитесь так называемым пейсеттером. И вы получаете акции на каждого такого пейсеттера, акции может достаться где-то, если в стоимости компании считать, от 100 до 300 тысяч долларов. Я напомню, акции достаются когда уже идет IPO, IPO будет в конце 2022 года, то есть каждый пейсеттер, то есть если вы просто пришли в компанию одна история, вы получили свои акции где-то номиналом на каждые 100 долларов вложенных, 50 долларов при старте, в потенциале это 150-250 долларов при росте стоимости акций, то пейсеттер, если вы привлекли 128 тысяч долларов в первый месяц, вы получаете акции номинальной стоимостью где-то от 100 тысяч долларов при старте. Может быть, они дорастут в цене за год после IPO и до миллиона долларов. Так что это очень хорошая, перспективная, большая прибыль. Помимо той прибыли, которую мы получаем ежедневно, прибыль здесь можно снимать ежедневно. Я же вам говорю, за квартал 50% снимайте эту прибыль хоть каждый день, пожалуйста. Просто если вы ее не снимаете, эффект капитализации, эффект накапливания прибыли работает. Ну, то есть прибыль увеличивается тогда еще быстрее. Но вы имеете право снимать ее каждый день. Итак, хорошая перспектива большого, стабильного, долгосрочного дохода. Кроме того, так как у компании нету какой-то момента, который может перевести ее просто в крах, то есть финансовая модель не предусматривает этого, то компания может работать сколько угодно долго. И вы можете получать доход год, два, пять, десять. Это будет постоянный источник вашего дохода. Диверсифицированный внутри самого себя. Ну, и вы знаете, для этого обзорного такого моего видео достаточно еще последний пункт упомянуть, почему я выбрал Дэйзи. Это очень мощный маркетинговый план. Мощнейший. Это, во-первых, мировой маркетинг здесь на данный момент, вот сколько, два месяца еще нет к проекту, а уже около ста тысяч партнеров по всему миру. То есть очень сильно, хорошая, мощная компания. С другой стороны, сто тысяч на весь мир это очень мало еще пока, но тем не менее за два месяца сто тысяч это уже какой-то показатель. То есть мощный маркетинг, хороший. И привлечено за вот эти два месяца шестьдесят три миллиона долларов. Вот такой масштаб как бы проекта. И то мы в самом-самом начале находимся, он еще не вышел из стадии стартапа, еще не все покажется back-office, еще не все налажено. То есть еще не работает Daisy App приложение, скажу сразу об этом, это профессиональная система привлечения с помощью создания воронок, автоматизированных и собственных воронок, отслеживания кто эти воронки, насколько, какие видео, посмотрел, записывание автоматических контактов, напоминание о том, что надо контакту позвонить, там и все такое. Вот эта автоматизированная система запускается только-только сейчас и переводится на то ли 12, то ли 16 языков сразу. Да, проект международный, я вам сказал, он уже существует, презентация его записана на более десятка языков, самых распространенных, естественно, и все будет больше и больше. Back-office переведен сразу на 15 языков. Значит, есть система в маркетинговом плане перелива от сильных партнеров, то есть некая командная работа. Если вы много подписываете, много заключаете контрактов, то три контракта становятся вашими личными, остальные идут под тех, кто вот эти первые три. Таким образом получается командная работа, и вы, как сильный лидер, работаете в том числе на всю свою команду. И если у вас сильные лидеры сверху, то они тоже работают на ваш, ну, помимо вашего дохода вы получаете еще и часть дохода от их работы. Вот такая фишка. Командная работа. Здесь есть личный бонус. Независимо от того, какой размер вашей собственной инвестиции, сколько вы купили краудфандинговых пакетов, независимо от этого вы всегда получите 5% от всех привлеченных инвестиций. Есть такая фишка, как лидер шипы и пайсетеры. О пайсетерах я уже сказал. Это те, которые в первый месяц набрали 128 тысяч долларов. Они получают каждую секунду часть от оборота всей компании. То есть кто-то где-то в Японии, в Малайзии, в Китае вступил в компанию, купил краудфандинговый пакет, 1,8% сразу и ушло пайсетерам в общий пул. И распределилось поровну между всеми пайсетерами. Сейчас этих пайсетеров 300 человек на всю компанию. Всего лишь. Средний доход пайсетера сейчас пока небольшой, около 50-100 долларов в день. Но он будет расти и по моим оценкам он будет в среднем где-то колебаться от 100 до 500 долларов в день. Это очень хороший заработок, я считаю, потому что это, извините, 3 тысячи, 10 тысяч долларов в месяц только чистый пассив. А если вы лидершип? Лидершип это тот, кто привлек хотя бы 3-х пайсетеров, кто помог стать 3-м пайсетером. У лидершипа доходов в 5 раз больше, чем у пайсетеров. То есть это примерно 20-10 тысяч долларов в день. Чистый пассив, просто с оборота своей компании. Вы один раз делаете эту работу и постоянно эти деньги получаете. Система краудфандинга. Я уже упоминал о ней. Это набор средств для искусственного интеллекта. Самый верхний аккаунт этой матрицы нашей в Дейзи принадлежит самой компании и именно на него мы набираем средства для краудфандинга. Сейчас набрано уже более 2-х миллионов долларов из 10. То есть в принципе 2 месяца только в работе компании, а уже получается пятая часть цели достигнута по сбору искусственного интеллекта. средств на искусственный интеллект. Чеки по 100 тысяч долларов в месяц, 500 тысяч долларов в месяц уже достигнуты. То есть вот эта планка уже передела. Я думаю, что чеки в размере миллион, полтора, два миллиона в месяц в Дейзи уже будут достигнуты в этом году. То есть уровень очень и очень приличный. Поэтому, конечно, чем быстрее вы подключитесь, чем больше будете в первых рядах тех, кто узнал о проекте, тем больше вы сможете просто людей пригласить. Вы можете вступить и через год, и через два, и через три. Неважно. Ваш пассивный доход никак не пострадает. Но чисто командный доход и командная работа, конечно, она дает больше отдачи, если вы превышали один из первых. Поэтому не стоит затягивать этот процесс. Вот такие плюсы системы системы Дейзи, которые меня очень вдохновляют. Это далеко не все, что я могу рассказать, друзья мои. Я рассказал гораздо больше. Смотрите мои вебинары, смотрите другие презентации. Все это собрано на сайте деловой.биз в разделе проекта и дальше раздел Дейзи. Там представлены и другие проекты, куда я инвестирую, но проект Дейзи представлен в полной красе. То есть максимально удобное место, где посмотреть самые лучшие материалы о Дейзи. У нас одна из самых лучших профессиональных команд в Дейзи. Вообще это мой стиль. То есть если я занимаюсь проектом, я занимаюсь им всерьез, знаю все досконально, могу ответить на любые вопросы. Поэтому у нас есть естественный чат в Телеграме. Вы всегда будете в курсе всех новостей, всегда будете в курсе всех тонкостей и может быть даже какие-то новости будете знать до того, как их официально публикуют. Так что милости просим нашу команду и бы хорошего вам жирного профита, как говорит один из моих ближайших соратников здесь в Дейзи. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok